я не знаю как у вас связь вот кто заходит девчонки напишите как вообще связь насколько вот картинку видно потому что такие мелкие детали вроде вам пытаюсь демонстрировать а может быть и смысла как бы никакого нет нас тут такая идея кстати была у меня с коллегами я зимой никуда не вылетаю я думаю может быть мне коллег своих сюда пригласите провести здесь какой-нибудь совместное обучение я например люблю свою колористику но я не только флочки вообще все люблю просто мастера другие они как-то выбирают себе конкретную какую-нибудь тему и в общем с этой темы везде ездят вот а мне нравится много разных тем представлять рассказывать обо всем там что нет вообще целая школа полностью базовым обучением и повышением не любая тема интересно ну кроме как работа на ореоле я это не делаю и для меня эта тема конечно совсем далекая про форму я уже рассказывала я уже во всех эфирах сейчас рассказала форма отечная сейчас широкая моя как я ношу отек сойдет посмотрите какая вот так издалека вот так но на широкая здесь все отекло кожа разошлась вот это как принципе моя форма такая просто отек отек вот это все отекло здесь вот даже видно похоже кожа такая вся набухшая вот на семерочки так сложно ну ладно маленький волосочек не хватает здесь вот сложная бровь вместе с эфиром конечно вообще сложно поэтому сейчас я наверно закрою эфир поработаю на ней почему отек такой тоже я с обедом уже эти брови я сейчас вечером сел их доделывать вообще у меня очень тонкая кожа очень-очень чувствительная и у меня отек принципе для меня и он норма вообще в принципе норма у всех кто является чувствительными к солнцу люди которые на солнце обгорают часто у них чувствительная кожа они светленькие очень часто у меня все глаза кари зеленые такие зеленого это все переходящий тип из светлоглазых темноглазых темные глаза да то есть это где-то между вторым и третьим следовательно у меня тип кожи будет чувствительней больше чем у тех кто загорает на солнце в шоколад но это вообще все что я рассказываю очень много про это я рассказываю в разделах о типах кожи и вообще в колористику колористику тотал можете на сайт зайти и взять себе библиотеку посмотреть колористику тотал вообще очень познавательные материалы топовые поэтому в общем чувствительность кожи у всех разная и если я буду на своей коже сейчас работать в технике тушевания то у меня еще сильнее будет отек вот и когда все заживет у меня станет хуже естественно как у большинства людей особенно на веках когда вы на веках работаете в интерьер создали форму да и некоторые когда еще не очень владеет сохранением эскиза они говорят вот сделала вроде было широко а потом когда зажило стало узко ну во первых если вы сохранили эскиз то уже чем эскиз у вас не будет но шире чем эскиз сразу после процедуры будет но клиент походит два дня на треть начнется формирование корочек пленочек когда все шелушится клиентка может сказать у меня брови стали уже или стрелки стали уже давайте сделано коррекции пошире то есть это естественно никогда вы работаете появляется отек я вам тоже не рекомендую корректировать или как-то комментировать с клиентом то что вы уже сделали всегда надо объяснять что отечности она вообще меняет объем кожи меняет восприятие на форму и в таком случае вы можете ошибиться поэтому здесь не нужно на себя брать ответственность какие-то делать выводы нужно сказать мне сейчас дождемся когда кожа становится будем работать с формой вот она свою как бы я делал я сделала я знаю сама хожу 2 дня терплю потом все уходит и я думаю ну вот все опять каждый раз сомневаюсь думаю вдруг вдруг от я слишком широко сделано нет всегда вот так вот даже я знаю это это бывает прям очку находите ну а что я буду в прямом эфире если я буду почаще я вот не люблю напитать я думаю что нужно как-то выходить по делу и в общем-то вот стал делать брови как я к вам не выйду как я не покажу вам как я делаю себе брови и вот я сижу и все эфиры себе делаю брови здравствуйте опять я без зеркала хочу делать хотел отключаться сейчас бровь уже все она вся раз трамби раз травмированная краснота отечность ну я все равно же я знаю что я делаю поэтому я продолжаю мне сегодня закончить просто бровь была готова пусть уже заживает у меня уже ученики прилетает мне потом будет некогда себе все делать отходить уже было с тем что у меня осталось уже нельзя уже нужно было как-то обновить потому что я уже устала и карандашом начала там покрашивать постоянно вот ну то есть не нужно было уже делать нас много не отключать да я просто думаю как если я не отключусь то я не не это не так хорошо вижу так эти концентрированные пигменты это конечно засада это очень опасно ими можно таких точек не сажать прям вообще будет не хорошо будьте аккуратны очень аккуратно я вообще на точечно работаю у меня прямо самой вон они там уже эти точки надо градиент сейчас свести чтобы все прилично выглядела девчонки какая машинка что машинку это не знаете стилус я уже сколько раз спрашивает может быть да может быть не очень знаете новички кому-то китайские ручки вот чувствует на обучение мастера выходят и думают что все вот больше ничего на свете не существует только эти китайские ручки так причем надо не отключаться я все равно буду делать вам будет не видно будет не видно и говорить уже неудобно надо быть внимательны иначе сейчас наделаю и глазки вот внизу тоже нам прорисовать по низу немножко чтобы были тушевать не хочу уже потому что брови так все внизу трудно рисовать волоски здесь кожа мягкая вот это вот здесь как-то поверху на кость а здесь мягкая и здесь прям натяжение надо делать такое что мне глазом уже будет не видно просто куда я рисую я ставлю до точки и между волосками и вообще вот центральной части брови мне нужно поставить потому что я в принципе вообще не тушую я все делаю из точек всю свою работу и волоски из точек но я очень сильно рискую потому что я использую концентрированную краску а такая краска на глубине как я уже говорила она будет давать серый цвет и я могу себе так сделать и у меня могут такие серо-черные точечки иногда быть вот поэтому тут не просто техника сложные тут еще и пигментом таким эту технику делать опасно вообще что-нибудь видите хотелось увидеть еще коррекцию но я знаете сколько раз я себе делала я потом коррекции себе не делала вот я показывал уже вы наверное видели видно да вы вот может кто-то из вас видела кто-то не тут кто зашел вот смотрите я делала там самое первое свое исправление тату своих бровей техникой точек до творком вот из этих за один сеанс вот выйти вот вот она за живой зачем мне коррекцию делать я коррекцию делать не стала я проходила 8 месяцев вот с этим и потом уже делала коррекцию сейчас мне так и получается что я примерно каждые месяцев 6-8 примерно я сажусь и подрисовываю брови между этим я хожу иногда и карандашом делаю то есть и клиентам я так объясняю что татуаж это татуаж но в этот татуаж вы еще можете внести макияж почему-то не придумал все татуаж делал никакой макияж делать не надо да это основа на лице все есть но иногда для красоты цвет который лежит на поверхности в виде тени или какого красивого тушевого карандаша будет выглядеть красивее чем просто один голый татуаж не всегда голый татуаж выглядит красиво в коже не всегда не у всех он не у всех есть такая возможность у кожи не у всех есть такой мастер который попался и совпало все да то есть иногда просто сам по себе раз сам оттенок заживает ну вот только такой лучше уже не придумаешь да и тогда вот можно подкрашивать во многих случаях можно подкрашивать всегда краска на поверхность кожи выглядит красивее когда вы потушевали и сделали какой-то мягкий такой воздушный до эффект мы Пигмент сохнет, вот он концентрированный, видите, он как сохнет. Наносит, собирается, сохнет, но он не сильно еще сохнет, есть который вообще сыпется, термаблет, по-моему, вообще сыпется прям песком. Краска загустела, я думаю, и не поступает уже. Надо, что я сделал, промыть носик. Носик промывается, и тогда уже можно, когда чистый промытый носик, вот этот краешек, он чистый, все, тогда можно брать новую борцу краски, вот, и уже все нормально. Мы же замечали, что мастера татуировки, например, они очень часто промывают носик в стаканчик с водой, в машинку, потому что эта краска, она сохнет очень быстро, и это мешает поступлению красителя, и это повлияет, может, на качество закраса. Следовательно, и у нас, если вы не видите, поступает у вас краска, или не поступает, вы можете наделать там, ну, просто пустот каких-то, как минимум. Так что, такие дела. Кто-то там присоединился, за мной подсматривает. Уже покушать, наверное, мне надо идти, а я все брови делаю, так чувствую, пахнет вкусно едой. Блин, вообще, я еще со своим бровями долго ничего не ела. Раз в полгода, да, примерно, я себе обновляю, вот я один раз себе сделаю, похожу-похожу несколько месяцев. Вот. Ну, что-то такое, раз в пять, шесть, восемь месяцев, я когда-как, вот я уже не считаю, смотря, какую техникой сделаю. Если там напыляла себе, вот края, последний раз напыляла, напыление перманентным красителем, вот этим Биотеком, это же слабый краситель, по сути, еще и бронза, вообще, светлый цвет. Так я с ним вообще, может быть, ну, месяцев пять-шесть, наверное, только проходила, все, нужно было уже обновлять, и края все уже почти смылись. Зачем вы и так, красотка? Ой, спасибо большое, действительно. Нельзя быть такой красивой, наверное, надо что-то с этим сделать, это называется так. Вот. Поэтому я все делаю то, что у меня смывается, даже год не носится. То, что я делаю. Но сейчас я немножко рискую, я взяла концентрированный пигмент и работаю в классической, по сути, ну, в глубине классической техники. Ну, вот, и можно насажать. Ну, посмотрим. Переживает. Так, что я делаю, где я есть. Так, я где-то сделала, где-то и нет. Надо все это выровнять. Я вам скажу так. Красивые цвета самого пигмента, вот, красивость цвета, вот его оттеночность, да, вот та, которую вы в цвете видите пигмента, она передается посредством поверхностной работы. Почему вот напыление, например, да, красиво можно передать оттенки и концентрированные красители, и неконцентрированные, то есть чем вы глубже уходите в кожу, тем вы быстрее теряете оттенок пигмента, который способен он вам передаться, да, то есть какая-то теплая, там, шоколадная, бронзовая, там, русая, пшеничная, все это на поверхности можно только создать. А вот кожа, которая жирная, такая, она жирная, как на апельсин, похожая, вся в сосудах, и очень такая чувствительная, видно прям, вот, вы видели такие типы кожи, у людей даже бывает вот нос красный, щеки красные, тут вот сосуды около ноздрей, вот здесь вот, да, такие, ну, как это, розация бывает, и вот белая почти кожа, она только красная за счет сосудов вот этих. И вот таким людям сделать напыление очень трудно. А напыление – это поверхностная работа или поверхностное тушевание. И вот таким людям можно сделать только тушевание классическое, даже, даже пускай поверхностное, но это будет тушевание, оно будет глубже. А если оно будет глубже, следовательно, вы теряете оттенок. То есть таким людям мы, нам очень сложно получить какие-то красивые полутона, бронза, какие-то коричневатые, мизоореховые, да, у них всегда будет получаться какой-то холод. Вот, потому что в их случае максимум, что можно сделать, это какую-то серость. Поэтому такие люди, они в основном с голубыми глазами, русые, с красными щеками сосудистые, нос, может быть, прыщики там по всему лицу, или, может, нет прыщиков. Но вот с этими людьми очень трудно работать в плане красоты и оттенка. Вот, а какой выход, да, можно вот сделать в таком случае? Можно сделать, ну, они еще хотят, чтобы цвет носился, а она приходит и говорит, а что это у меня, вот у меня через полгода ничего не осталось? Плохой мастер. Но это не мастер плохой, это сложная кожа, сложный материал. Поэтому вам нужно в таком случае использовать какие-нибудь хитрые ходы. Например, вы можете работать в технике тушевания, то, что, например, у меня сейчас внутри, вот эта татуировочная бровь, да, и контуры обрабатывать уже более мягкими эффектами. Да, если очень сложная кожа, я бывает и точкой работаю, но в такой коже, про которую я вам рассказываю, точка вообще превращается в свинцовое пятно, не дай бог вы ее посадите глубже, чем надо. Поэтому, если у вас опыта хватает, вы, конечно, можете что-нибудь придумать. Можно в два оттенка сработать, да, внутри сделать более такой серый, а края, например, будет, ну, явно будет краснота какая-то. Ну, вот эта краснота и серость, оно вроде бы вместе, если еще бровь сверху растет, то вроде какой-то выловили такой коричневатый оттенок. То есть это люди, с которыми очень трудно работать в плане красоты работы. Вот когда к вам приходят такие сложные клиенты, то здесь не разбежишься, здесь можно что-нибудь придумать, конечно, замудриться там за счет вот визуального какого-то эффекта. Но если рассмотреть такую бровь близко, то там будет просто, ну, серо-голубой какой-нибудь, потому что там ничего не получится. Там PH кожи сам по себе, очень жирная кожа, вот это сосуды, которые добавляют холода. Ну, в общем, там просто нет возможности никакой совершенно. Самые идеальные клиенты, это люди с зелеными глазами, с бронзовым вообще шоколадным загаром, с темно-русыми волосами и с черными ресницами, например, или русые ресницы. Девочки бывают блондинки, такие светло-русые, но она загорает, как шоколадка вообще, да, или женщины. Вот самые идеальные, у них, как правило, нет пор. Это вообще супер клиенты, сами самые крутые материалы для работы. И вот таких можно, конечно, и в портфолио, ну, и как-то так вот специально можно даже искать, чтобы создавать портфолио, но это будет однобокое портфолио. Вы просто на самом деле будете обманывать немножко своего клиента, то, что не все же такие, не у всех такая красота будет получаться. Вот такая история полезная вам на ночь, на прощание, все. Ну, осень нравится вашей брови, формы и цвета. Ну вот сейчас, да, я вот их расширила, обычно я макияж себе такой делала, когда была в этом своем кабинете в деревенском. Скоро я опять еду туда в октябре. Так, что-то, что-то я вам хотела. А, вон. У меня есть деревенский мой инстаграм, я сейчас вот так не найду. Но он, в принципе, вам и не нужен, на самом деле он вам и не нужен. Вот, но это для тех, кто у меня в деревне. Кабинет открывала в Пеньской области, жила там месяц с лишним. Вот сейчас в октябре туда буду возвращаться, недельки-две там поживу и поработаю с клиентами. У меня там такие клиенты были непростые. Вот про такой тип кожи, про который я сейчас рассказывала, вот он. Вот, смотрите. Вот здесь очень трудно сделать красивый цвет. Вот, видите, какая она. Она светлая и прям под кожей сосуды. Прям видно. Вот все такое розовое. Вот здесь, видите, какой хитрый ход у меня. По контуру конкретно красноватый, да, остаток. А внутри он как бы более серый, холодный. Если их разложить на два, то видно, что один серый, другой реально красный. Но когда на них смотришь вместе, да, вот, то кажется, что у нее цвет бровей подходит под ее цвет волос. Видите, голубые глаза, вот эта светлая-светлая кожа. Аж все вены, все сосуды, все чуть ли не наружи. Как с такими работать? С ними очень трудно создавать красоту оттенка. Очень трудно. Вот. Так, что тут еще у меня? Ну вот, вот то, что я хотела именно про эту кожу показать. И вот такие вот, видите, вот эти зеленые глаза. Зеленоглазые. Вот эта с голубыми глазами, вот эта вот, светлая кожа. Тоже очень трудно. Я ей делала перекрытие. Тоже все оттекает, все краснеет. Ну, вблизи как бы это вот так. Заживо там все очень даже хорошо, красиво. Вот. Но это вот люди очень со сложными типами кожи. И вы сами наверняка уже замечали. Не раз, видите, какая краснота вокруг. Вот это вот все вокруг красное. А на самом деле это же не такое будет, когда все заживает. Краснота уходит и все. И остается русый оттенок. Вот я и что там еще глаза делала. Это я была в прямом эфире. Это эскиз я уж нарисовала. Посмотрите пока 5 минут. Я не знаю, я тут свои брови. Поделаю. Да, я не знаю. А где никто вообще не знает. В Пенинской области я работала. Вот это у меня клиенты там были. Продоночные там работали. Так. Вот. 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 Продолжение следует... Сейчас буду отключаться уже, потому что реально я не вижу эту бровь. Так, короче, вот она. Вот она у меня. Все, сейчас пойду ужинать. Продолжение следует... Так, девчонки мои дорогие, я, мне кажется, прямо это... Сегодня какой-то просто супер-мегаэфир. Бесконечный, на целые сутки заряжен. В общем, вот, возвращаемся к моей форме. Вот там сейчас у меня вот нарисовано, у меня вот так вот форма была изначально сбоку. Но она как бы сбоку, она вообще смотрится неправильно, как бы там, какой-то перекошенный вообще фотографий. Как-то вот так. Вот видите, там синий цвет от этого старого татуажа. И вот сверху все, что коричневым нарисовано, я стараюсь работать в теплых тонах. И вот когда у меня внутри вот этот серый, а по краям такой теплый, то, в принципе, брови смотрятся нормально. Но внутри у меня синева. Вот эта синева, она куда ее? Ее никуда не денешься. Татуировочная синева, которую мне уже посадили. Вот. И у меня получается вот сейчас эти пигменты, но они тоже могут дать, кстати, серость. Вот в этой зоне, где волоски, ну, я не знаю. Не знаю, посмотрим. Сейчас я вот прошлась точечками, чтобы насытить. А так, в целом, бровь заживет, будем смотреть, дорабатывать сама себе это еще. Я все время так говорю, а потом в итоге у меня заживает, я такая, а, все, ничего, коррекцию делать не буду, нормально. Такая, я не капризная, я даже, бывает, если вижу что-нибудь не так, я, а, ладно, похожу, до следующего раза. Все. Всем пока. Очень рада, что вы забежали, со мной здесь посидели, посмотрели. Вот. Такие брови получаются. Сейчас они, конечно, расширенные, красные. Но все равно видно по анатомии, что, как бы, бровь у меня на месте. Моя. Она просто сейчас, все края у нее все разные, такие. Еще кожа такая вся уже у меня загоревшая. Тут приехала вся, обгорела. Ну, никак не обгорела, а загорела. Я вечером загораю, не обгораю, но загораю. Все. Очень рада, что вам понравилось. Приходите в онлайн-библиотеку мою и занимайтесь. Это здесь мы так с вами болтаем, все знания там. Все, пока. Приходите в онлайн-библиотеку.